Объяковы относены до своего здоровья. Миновито так, по словах медиков, можно окреслить основные причины заражения ВИЧ. Усе мягчимые шляхи передачи вируса давно вядомые, але только на Гомельшине с початку года больше 600 новых выпадков инфицирования. При этом, амаль 45% поставленных на улик, люди в возрасте свыше 40 годов. У отделе профилактики ВИЧ-СНИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья Кажут, что на колькость выявленных выпадков поплывал той факт, что у наибольшь несприяльных районах стали проводить больше грунтовый контроль. Введенный дополнительно дифференцированный скрининг с июля 2013 года увеличил выявляемость ВИЧ-инфицированных, ВИЧ-позитивных. Но это дало свои положительные результаты. Почему? Потому что мы выявляем ВИЧ-инфицированных на ранних стадиях, своевременно назначается терапия, уменьшается вирусная нагрузка в крови человека и тем самым человек перестает уже быть потенциальным источником инфекции. Сказать так, чтобы он уже окончательно не был источником инфекции, нельзя, но тем не менее риск уменьшается. Сегодня среди наибольшь несприяльных по захворыванию на ВИЧ районов Светлогорске, Жлобинске и Октябрьске. Колькость носбитов вируса тут перевышает 1% от огульной колькости насильства. Сгодно с запущенными дазинами у сего на Гомельшине зараз проживаюць 6 738 хворых на ВИЧ. При этом у 94% выпадков инфекция передавалася у вынику сексуальных контактов. А у группы рызыки зараз трапляюць усе, без выключения слои насильства. Бадай один из становящей моменту такой ситуации – заявление леков, якие дозволяюць подожить життё ВИЧ-инфицированных не дзя на 30 годов. А про чатаго у вынику антиретровирусной терапии практически усе деце, народженные на Гомельшине ад инфицированных мате, сёне з'являются абсолютно здоровыми. С початку гэтага года такую допомогу отрымали 125 тяжарных жанчин. Все женщины с 14 недель беременности получают высокоактивную антиретровирусную терапию для профилактики внутриутробного инфицирования. В связи с этим новорожденные все у нас здоровы, без ВИЧ-статуса. И мы добились очень таких больших успехов, международных, можно сказать, успехов. В этом году мы получили 0% инфицированности у новорожденных. Все дети у нас здоровы. Александр Тюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель.